Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу мы сегодня собрались? Ну, ты не дал нашему ролику про экстрасенсов побить все рейтинги на Ютубе, поэтому мы сейчас новое запишем, которое точно превзойдет предыдущий. Зачем так жестоко хочешь со мной поступить? Почему экстрасенсы в очередной раз? Просто эта тема, видать, очень как-то людей слово возбудило не подходит. Ну, в общем, они как-то очень на нее отреагировали своеобразно. Я-то думал, после того, как ты про соду всем все доказал, тебе уже сразу как-то будут с доверием относиться. А тут, понимаешь, люди еще вопросы умные задают. Вот попробуем на них как-то постараться так ответить, чтобы после них, ну, либо опять вопросов еще больше стало, либо все-таки рейтинг вверх пошел ролика. Ты прям продюсер настоящий, тебе нужны рейтинги, рейтинги, рейтинги. Ну, я, в общем, понял. Будем говорить про вопросы, которые появились под роликом. Кстати, надо, наверное, рассказать, что случайно был удален ролик мною. Я сидел уже в 4 часа ночи, подводил итоги какие-то, и там было несколько роликов, которые нужно было удалить. И я случайно нажал мне этот ролик и удалил, хотя там уже просмотров было несколько тысяч, и много было комментариев. И вот я жалею о том, что... С просмотрами ладно. Я жалею о том, что комментарии я не успел скопировать, потому что там были очень интересные комментарии, очень интересные вопросы. Я не знаю, ты успел их скопировать или нет? У тебя что-то осталось? Ну, я успел их вот сюда скопировать, поэтому буду по памяти, что помню, тебе воспроизводить. Если что-то не так воспроизведу, я думаю, авторы этих вопросов нас поправят и меня в том числе. Имей в виду, что поправлять могут по-разному. Некоторые просто приходят и реально в жизни поправляют. Ну что ж, хорошо, давай начнем тогда разбирать. Что же так подняло интерес, на твой взгляд, к этому ролику? Какие основные были вопросы, какие, может быть, были претензии и так далее и тому подобное? Давай я сначала маленько еще шуточную историю одну расскажу. Она, думаю, тут в тему будет. История такая. Значит, начало вот этой зари космонавтики в нашей стране. И в какой-то глухой колхоз приехал ученый, профессор, который решил дать лекцию в этом колхозе. И на этой лекции поделиться с людьми видениями, перспективами этой новой отрасли, которая только-только зарождалась в нашей стране. И вот он часа три или даже четыре подробно рассказывал колхозникам о том, какие космические корабли перспективнее, какие космические корабли лучше. Что такое первая космическая скоро, что такое вторая скоро, когда наши космические корабли, как там в этих комедиях Гайдая, будут бороздить просторы большого театра, и когда на Марсе будут яблони цвести. В общем, это длилось порядка часов четырех, кто уснул, кто ушел. Но один вот дедушка такой, он все сидел внимательно смотрел, все прислушался, слушал этого ученого, словом никаким не обмолвился, дождался пока, соответственно, он все рассказал. И вот ученый такой, польщенный таким вниманием, говорит, ну вот, как говорится, выслушали меня, все замечательно, теперь, может, у кого какие вопросы есть, я готов на них ответить. Дедушка этот поднимает руку, но ученый прям думает, ну такой благодатный слушатель, сейчас, наверное, мне такой вопрос отдаст, он говорит, ну давай, дедушка, спроси меня, чего тебе надо. Дедушка говорит, вот, ента-мелок, вот что тебя хочу спросить, есть такие конфетки, маленькие подушечки с помадкой, так вот как ента-помадка в енте-конфетки попадает? Это я вот к чему такую историю рассказал. Вот наш ролик, вот он, по сути, как бы предназначен для того, чтобы люди маленько начинать, чтобы они задумывались, что не только вот там, что в этом ролике, а еще то, что, как это, сказка-ложь, поверхностное суждение, но там есть намек на глубинный суд. Так вот, почему-то многие люди, они не то, что не по ролику нам вопросы не задают, они нам задают вопросы на совсем отвлеченные темы. Ну вот, как пример, такой там был вопрос, как же, так же, вот, девушка прекрасная, Соня, вы ее охмурите своими умными речами? Ну, наверное, примитивно все-таки к Алексею этот вопрос был, и вот с такой красивой рассеянностью на лице, как же эта прекрасная девушка будет вас целовать-то после этого? Ей же будет, понимаешь, неудобно. Вот, но все-таки мы, наверное, такие вопросы, такие глубокие вопросы обойдем стороной, а давай попробуем все-таки разобраться. А вот, к чему мы этот ролик записали, я могу высказать свою точку зрения, а ты выскажешь свою точку зрения и глядишь, таким образом люди смогут понять какие-то новые грани наших посылов, нашего смысла записи этого ролика. Вот как-то так. Хорошо, давай начнем, только, наверное, начинай с того, какие самые первые вопросы пришли и радикальные, которые были. Например, зачем вы это сделали? Вы меня разочаровали. Ну, ведь это же шоу, ну, ведь это же помойка, это вот дрянь, ну, вы все, вы меня просто убили, я ставлю дизлайк и так далее. Вот, наверное, вот с этого надо сделать, зачем мы это начали вообще разбирать, этих веселых ребят, как теперь там высказались. Да, да, там на самом деле, ты правильно подметил, там были большинство вот этих вопросов, можно было прямо так в отдельную штуку выделить. Там было, вы все, это все плохое, это все ерунда, причем совсем без каких-то пояснений и раскрытий темы, то есть, а почему вы так считаете? Были еще фразы о том, что мне шаман в каком-то году сказал, что вот никому, кроме этого шамана, верить нельзя. Вот он с духами может разговаривать, а все остальные не могут. Вот такие вот дела. Ну, я сейчас все-таки попробую высказать свое мнение, почему мы начали об этом деле с Алексеем говорить. Да, многие, наверное, и без нас понимают, что задача телевидения, она не в том, чтобы людей просвещать, куда-то направлять в какие-то там светлые русла самопознания, а в том, чтобы деньги, которые платят рекламодатели, владельцам этих каналов, они помогали владельцам этих каналов не только сводить концы с концами, но еще, так сказать, чтобы оставались денежки на хлебушек с небольшим количеством там икры, и чтобы вот мы, конечно, шутим тут, что большинство нашего тут вот народа на Куршевельских островах там или еще где-то отдыхают, да? Ну, я так шучу про островах, ну, там разные острова есть, которые можно отдыхать, но большинство народу-то никуда не ездит. И поэтому, еще раз упрощу, задача канала просто-напросто привлечь людей, чтобы они смотрели это и за это дело еще платили денежки свои, тратили свою жизнь. И вот если до этого мы что наблюдали, что на большинстве каналов лилась откровенная чернуха, а направления, куда людей тянули эти каналы, были такие, как, наверное, это слово можно употребить, например, публичный дом 2, первого слова не было, но там все-таки смысл был один в один. То есть, вот, пожалуйста, смотрите, какое замечательное шоу, делайте то же самое, да, по другим каналам, бесконечные сериалы, нафига вам ваша жизнь, смотрите на эти сериалы, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Посмотрите, как в Бразилии хорошо, или там у меня был период, я немножко Санта-Барбару не досмотрел. Но сейчас-то мы что видим? Сейчас мы видим, что на канале, который является отнюдь не славянской направленностью, который этот канал спонсирует богатые дяди, которые и заказывают музыку, так сказать, на этом канале. И на этот канал умудряются приходить на, можно это назвать шоу, не шоу, но на программы, которые смотрят огромное количество народу, людей, которые руководствуются не принципом, что я на вас порчу нашлю, если вы такие рассеки, за меня не проголосуете. А руководствуются принципами совсем другими, принципами более возвышенными, которые говорят, свобода воли прежде всего, что посеешь, что пожнешь. И там примеры, многие говорят, фу, какая фигня, о чем вы обсуждаете? Несмотря даже, хотя бы просто человек, чтобы он высказал свое мнение, он бы хотя бы глянул, про что мы говорим. Если Алексей пояснял, что конкретно там вот этот Константин Ецати и вот эта вот Соня, если применить на брак, они напрямую говорили, Соня Егорова, они напрямую людям говорили, это потому что вы пьете, прекращайте бухать. То есть там более пожестче слова. Но смысл такой, вы сами получаете то, что вы посеяли, вы сами это заслужили. Там никто их по головке вот этих, которые провинились, не кладил, а напрямую указывали, что ответственность лежит на вас, ребята, за то, что вы получаете. И вот это транслировалось на всю страну. Неважно в данном случае, даже обладают они какими-то способностями или не обладают, но сам посыл. Человек, прими ответственность за то, что делаешь. Прими ответственность за себя, сам прими эту ответственность, не на кого-то перекладывай, а сам отвечай за то, что посеял. И это транслировалось на всю страну. И это смотрело миллионы людей. Если после этого мне говорят, что да ну нафиг такое вот дело показывать, то мое мнение, что надо это показывать, пусть на таком примитивном уровне, как это доносится, но все равно у кого-то вот здесь из этих миллионов, пусть это даже будет полпроцента, ну просто посчитайте какое-то количество, вот здесь что-то щелкнет, они скажут, блин, а точно же, это же я сам себя довел до той ситуации, в которой я нахожусь. Значит, мне отсюда и вылазить. Так что вот мое мнение, основной-то посыл был именно такой у нас. Смотрите по делам, что происходит. К чему ведут те дела, которые сейчас сеются этим каналом, который совсем не благотворительный. Ну а, как говорится, кто что из этого извлек, это уже мнение того, кто избекал. Ну вот как-то так. Благодарю. Хорошо. Для того, чтобы несколько упорядочить наше общение с теми, кто пишет в чате свои сообщения, я делаю следующий финт ушами. Я говорю, ключевое слово – апельсин. Ключевое слово – апельсин. Для чего это я делаю? Для того, чтобы того, кто будет писать в чате комментарий, спросить. Скажи, пожалуйста, какое ключевое слово Алексей произносил в этом эфире? Это будет мне сигналом, слышал человек вообще, что мы здесь говорили, или не слышал. Вот если он скажет, какое ключевое слово, понятно, что он ничего не смотрел, и это просто очередной тролль, который пришел что-то написать. Или это тот, который имеет свое определенное мнение, его не интересует ничего другого. Вот таких людей я буду просто удалять. Итак, ключевое слово – апельсин. Идем дальше. Теперь. Нам как-то написал один человек, что ну вот делать нечего, рейтинг надо свой поднимать, радио, вот и сидят, не знают, чем заняться. Поэтому всякую фигню и пишут. Поэтому всякую фигню и снимают. Друг мой, если бы ты знал, какая у нас загрузка, тебе бы даже в голову не пришло такое написать. Записывать по два ролика в день, при этом монтировать их достаточно большое время, при этом еще Михаилу надо разобраться с этими вопросами, это большая работа. У нас есть о чем рассказать, поэтому это было сделано не просто так. Теперь. По поводу шоу не шоу. Конечно же, это шоу. Это в первую очередь шоу. Михаил очень хорошо сказал. Людям надо зарабатывать деньги. Деньги платят рекламодатели. Деньги платят заказчики. Поэтому для того, чтобы они платили деньги, необходимо, чтобы больше смотрела этот канал зрителей. Поэтому есть публичный дом 2. Поэтому есть много всякой ерунды, которая вот такая вот смазливенькая, прикольненькая, вкусненькая для людей, которые находятся на уровне черты или за чертой. То есть или смерды, или нежити. Это оно само собой. Но, как правильно опять же сказал Михаил, даже здесь, в этом барахле, вдруг ни с того ни с сего начинают пробиваться какие-то крупицы. Вот что меня удивило. Если до этого была конкретная чернуха, то теперь там появляются личности, которые претендуют на светлые отношения. Да, с Константином, как мне сказал, он не может быть светлым, потому что кровь применяет. Для меня это однозначно. Здесь под вопросом. Я, кстати, об этом говорил, что до тех пор, пока он находится на определенном уровне, ему необходимо будет это делать. Как раз об этом сказал. Как только он переходит на другой уровень, ему это будет уже делать не нужно. Там кровь уже будет не нужна. Там уже меньше будет того, что вот как раз мы это видели. Но суть-то даже не в этом. Суть в том, что эти люди начали говорить на самом деле, откуда у людей проблемы, чтобы те самые, кто сейчас находятся у черты, которые привык жевать вот эту жвачку, чтобы они стали задумываться. Ёлки-палки. А ведь меня тоже это касается. Теперь по поводу самого шоу и самого канала. ТНТ, как и другие телевизионные каналы, отражают суть процессов, происходящих в нашем обществе. В нормальном обществе невозможно появление такого шоу, как Дом-2. Невозможно появление всяких глупых сериалов. В нормальном обществе это просто не нужно. А поскольку ТНТ заинтересовано в получении денег, то оно ориентируется на людей, от которых можно получить денег. Естественно, оно ловит рыбку там, где больше этих людей. Но рыбак никогда не пойдет к луже, в которой нет рыбы. Не будет там прикормку разбрасывать, не будет туда удочки забрасывать. Он пойдет туда, где рыба есть. И там будет разбрасывать приманку, там будет удочки раскидывать, там будет сети расставлять. Вот ТНТ ничем не отличается от рыбаков. Задача ТНТ, как и других каналов, получать прибыль. Поэтому ловят там, где есть народ. И поэтому их показы все ориентированы на народ. И по ним, по этим каналам, можно ориентироваться, насколько меняется вектор мировоззрения народа. Насколько меняются цели полаганий, цели устремлений людей, которые смотрят. Вот почему был взят вот этот ориентир. И мы увидели, что конкретно в этой программе произошли определенные изменения. Само собой, что другие телеканалы, они таким же образом действуют. Просто одних спонсируют, так сказать, народ, который платит своими взглядами, просмотрами за то, чтобы оплачивали этот канал рекламодатели. А других платят какие-то корпорации. Например, коммерческий канал, он оплачен корпорацией. Потому что корпорация свои какие-то интересы здесь преследует. Кто-то держится за счет какой-то религиозной направленности. И там, естественно, определенные религиозные структуры его поддерживают. Кто-то от государства. И поэтому государственные выделяются бюджетом на то, чтобы поддерживать этот канал. В отличие от Народного славянского радио, где нет ни того, ни другого, ни третьего. Здесь у нас нет рекламы. У нас нет посредников, у нас сутенеров нет, которые бы нас купили с потрохами. Вот это очень важно, на мой взгляд, отметить. Поэтому ТНТ – это как раз та самая низинка, которая показывает реально, что происходит сейчас с народом. И ориентируясь от этого, нормальный здравомыслящий человек может конкретно рассказать, что сейчас происходит в нашем обществе. Закрыли эту тему. Следующая тема. Шоу не шоу. Я уже сказал, да, это шоу. Реальное шоу. И в свое время мне посчастливилось участвовать в некоторых шоу, смотреть, как это все делается, что там происходит. Не только со стороны, но и изнутри. Как работают режиссеры. То же самое участвовать в съемках фильмов, в театральных постановках. Понятно, камера сюда, наезд, сюда повернулся, сказал, сценник отработан, там взгляд отработан, все нормально, все хорошо. Все отрежиссировано, отрепетировано. Это я сразу улавливаю. Где репетиция, где постановка, а где реальная жизнь. Как в театре, так и на съемках. Как в съемках фильма, так и в съемках шоу. Дальше. Мы уже говорили про то, что это шоу, которое создано для того, чтобы привлекать людей. Вот эта мистика, там, все к гадалкам любители ходить. Поэтому вот оно и было создано, поэтому оно и держится. Но надо учитывать, что элементы шоу, которые необходимы в данном случае, в этом шоу, для того, чтобы привлекать людей. Эта же программа должна привлекать. Так вот, они необходимы. Они действуют на первых этапах. Когда появляются всякие ряжены с цепями, с какими-то атрибутами, разукрашенные волосы так или сяк, какие-то парики, какие-то одежды. Ну, клоунады, короче. Видно, кто клоун, кто не клоун. Ну, нормальный человек, и видно. И вот это меня не интересует. Мне абсолютно не интересует, что происходит и как. Я смотрю первую часть, и дальше выключаю, и больше не смотрю этот ТНТ, и вот это шоу. До тех пор, пока где-то остается, ну, может быть, 3-4 выпуска финальных. То есть, когда вся эта мишура, вот все эти клоуны отсеиваются. То есть, шоу там действует для затравки, как вот есть такое понятие для разогрева. Когда приезжает какая-то группа, необходимо перед тем, как она начнет выступать в течение часа или полутора часов, выходит какая-нибудь группа, которая начинает что-либо из себя корчить, изображать. Это на разогреве. То есть, клоуны. Клоунами заполняют перерыв, как в известной песне исполняется, поется. Так вот, эти клоуны все, они нужны для того, чтобы привлекать, для того, чтобы создавать. Ну, как же так? Ну, глупость, ну, что же вы такое? Да, вот это, вот это, вот это все как раз шоу там ярко проявлено. После этого клоуны автоматом начинают отсидеться, потому что никакая режиссура не сделает того, что реально умеют делать люди. И в последних как раз выпусках этой 18-й битвы было видно, что все, наигранность закончилась. Люди начали выступать перед большим количеством людей, которые уже не просто массовка, а которые вот присутствуют, потому что их это заинтересовало, они туда пришли, потому что это заинтересовало. И стали вскрываться те моменты, которые в шоу невозможно подстроить. Те, кто просто наблюдатель, те это заметят, что вот здесь было шоу, а вот тут началась жизнь. Те, кто видящий, это увидят. Я сейчас не хочу говорить про то, кто видящий, кто невидящий, кто разумный, кто неразумный. Нет, я просто говорю, что вот так оно есть. И вот тут теперь надо понимать, что пришло время сказать второе ключевое слово. Второе ключевое слово – морковка. Морковка – второе ключевое слово. Поэтому, если я задам вопрос, а какое еще ключевое слово мне не скажут, то в этом случае тогда, извините, я вас тоже буду считать как просто какого-то тролля, который пришел здесь потроллячить, посвинячить, и тоже я вас буду вынужден забанить за ваше глупое и неправильное нечеловеческое поведение. Так вот, шоу всегда определяется тем, что есть постановочные лица. Я уже об этом сказал. Первая часть – это всегда постановка. Это всегда вбросы тех людей, которые интересны. А вот дальше начинается уже сама жизнь. Жизнь определяется тем, как ведут себя люди на сцене, как ведут себя люди в жизни. Вот последние все выпуски, четыре, к примеру, они реально показали, что там наигранности не было никакой, что там была уже жизнь. То есть со сцены сошли. Вот поэтому мы стали рассматривать это шоу, не рекламировать какой-то канал, нам это не надо. С этого мы ничего не имеем. А именно рассказать людям, что, друзья мои, стали какие-то уже звездочки на темном-темном небосклоне в ночи проявляться. Лучики стали проявляться. И были даны какие-то рекомендации тем, кто хочет дальше двигаться по пути света. Я, естественно, сейчас не рассказываю, кто я такой крутой. Я какой-то там аватар, или волк, или жрец, или представитель бога на земле. Или у меня есть там... Сказали, откуда у вас эта информация? Покажите. В очередной раз нам будет надо грамоту создать, что бог нам это все разрешил. Ну ладно, это смех смехом. Я об этом ничем не рассказываю, да и не нужно об этом рассказывать. Те, кто что-то видит, те понимают. Те, кто ничего не видит, ну какой смысл рассказывать? Да, вот все очень просто. Поэтому не о нас идет речь. Речь идет о том, что стали проявляться лучики света, звездочки на темном небосклоне. Даже на этом канале, который гребет самое-самое низменное, что есть у людей. Потому что именно через самое низменное, через хлеб и зрелище можно зарабатывать. Вот, наверное, примерно так. И я думаю, что люди, которые хотят разобраться в сути жизни, они смотрят неповерхностно, не реагируют только на слова какого-то умного человека, какого-то гуру. Они еще начинают изучать вопрос, прежде чем что-то по нему. Сказать. Вот надеюсь, что те, кто начинает слушать Народное славянское радио, смотреть наши выпуски, относятся к таким людям, которые уже начинают думать, мыслить, разуметь. И как раз с такими людьми нам предстоит строить державу. Все, что мы делаем, настроено только на одно. Направлено только на одно. Подготовка фундамента, для строительства державы. И в дальнейшем само строительство державы. Потому что по-другому никак. Цивилизация всех отравила. Пора из нее вылезать. Никто, кроме нас самих, это не сделает. Ну вот, наверное, так. Если у тебя есть что добавить, добавляй, уточняй, рассказывай. Может, я что-то упустил. Ну, тут я могу еще раз сказать слово. Оно уже набило, наверное, оскомину. Но еще раз. Нам надо каждому из нас не доверять. А именно проверять. Пришла информация. Обратись к первоисточнику. Проверь. А потом уже высказывай свое мнение. А не сразу где-то чего-то услышал. И ты начинаешь тут же, не вдаваясь в подробности, без всяких этих волшебных слов, которые приходится уже даже так делать. Чтобы понять, люди смотрят или нет. То есть, еще раз. Получил информацию, примерь к себе. Подходит мне? Не подходит? Почему не подходит? И уже конкретно задавай, по сути, вопросы. Ну, а теперь уже, как говорится, я думаю, надо попрощаться. Потом будут вопросы, будут и ответы. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. И тебе, Алексей, за подробное пояснение. Быть добро. Благодарю, Михаил. В очередной раз ты поднял интересную тему. Естественно, что не все вопросы мы здесь осветили, не на все вопросы дали ответы, потому что есть усредненное понимание, о чем суть вообще вопроса. Вот так усредненно мы ответили. Те, кто слушал нас, те услышат третье ключевое слово «крот». И с этим ключевым словом мы будем заканчивать нашу передачу. Смотрите всегда не на то, что вам показывает фокусник, а на то, какая суть на выходе этого фокуса. смотрите не на то, кто что говорит, а смотрите на результаты дел. Только результаты определяют того, кто вам что-то говорит. Все остальное – это мишура, это бутафория, это театр. мы уже театра наелись. Пришло время переходить в реальную, настоящую жизнь. Хватит уже смотреть разные шоу, сериалы, хватит в иллюзиях витать. Переходите в реальную жизнь. Реальная жизнь всегда определяется плодами ваших дел. Это самое-самое главное. Иначе вы будете мультяшкой. И не более того. Которую как хотят, так и нарисуют. Что хотят, с ней, то и сделают. Вы человек, а не мультяшка. Знайте это, учитывайте это. И живите по-человечески. На 7 я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов и Михаил Ять. Пишите свои вопросы. Будем делать мир лучше. Желаю всем добра. Быть добру. Увидимся и услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok